Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга Прилуцкая, вы на канале Вязание Это Модно. В сегодняшнем видео будет про вязание и во второй части про книги. Сегодня будет обзор пряжи. Я приготовила для вас вот такой образец. Смотрите, как он похож на этот джемпер. Это другая пряжа. Когда вышел мастер-класс на нулевой реглан, вот на этот джемпер, и я рассказала о том, что связала его из пряжи Лана Гросса Амароса, все сказали, ну да, очень хороший мастер-класс, но пряжа такая дорогая, мы из нее вязать точно не будем, поэтому как бы бесполезно. Вот если бы какую-то другую пряжу, которая стоит подешевле, тогда да. И сколько бы я не рассказывала о том, что на этот джемпер у меня ушло всего два мотка этой дорогой пряжи, в принципе, эта ситуация не изменила. Ну так вот, друзья, хочу вам сказать, что я нашла замену этой пряжи. Эта пряжа бюджетная, как вы видите, практически, ну очень-очень сильно похожа, вот прям артикул в артикул, и можно подобрать что-то из этой линейки. Поэтому сегодня обзор на пряжу сказка от Атрико. Она по составу на 70% натуральная, на 30% здесь что-то полиакрил или полиамид. Мы потом с вами рассмотрим этикетку. Наше видео сегодня будет за столом. Этикетка, образец, спицы, замеры образца до стирки, после стирки, после обработки утюгом. Мой рассказ о том, как изменилась эта пряжа, мои впечатления об этой пряже. И такой итоговый момент, табличка с плюсами и минусами этой пряжи. Если вам это интересно, то, пожалуйста, устраивайтесь поудобнее, вяжите, вышивайте, что-то делайте свое, поглядывайте иногда на экранчик. Добро пожаловать! Итак, друзья, начнем. Это образец, это мои замеры до стирки, после стирки, обработки утюгом с номерами спиц. Это я вам покажу, какими спицами я вязала. А сначала мы с вами начнем с того, что рассмотрим этикетку. Намотка вот такая, очень легко достается из центра и также вяжется с края. То есть кончики можно взять и оттуда, и отсюда. Этот цвет конкретно 1468, в составе 60% хлопка, 30% акрила, 10% шерсти, то есть 70% натуральной составляющей, в 100 граммах, это моточек 100 грамм, 225 метров. Называется пряжа, как я уже говорила, сказка. Всю линейку этой пряжи я постараюсь сюда поставить на экранчик, а также вывести несколько понравившихся мне артикулов, которые я бы тоже хотела приобрести и что-то из них связать. Пряжа тактильно приятная. Если рассматривать отдельную нитку, то смотрите, друзья. В отдельной ниточке, которая сначала производит впечатление шнурка, вот если так на нее смотришь, то кажется, что это шнурочек наполненный какими-то вкусняшками. На самом деле нет. Это не так. Эта нитка состоит из множества отдельных нитей. Я вам сейчас достану и покажу. Вот смотрите, сколько здесь, сколько здесь отдельных, тоненьких, тончайших ниточек, которые скручены вот таким вот образом, что напоминают нам какой-то шнурок. Теперь образец. Образец из спицы. Я вязала образец лицевой гладью и попробовала связать такие незатейливые жгуты на 6, на 4 и на 3 петли. Перекрещивала в 6 ряду, в 4 и во 2. Как вы видите, полотно, конечно, резко сузилось, потому что жгуты берут много пряжи. Вязала на спицах 3,75. Вот эта часть полотна и вот эти вот жгутики. Это были спицы карбоновые от Книг Про, съемные. А первую часть, вот эту вот, я вязала на спицах 3,5, тоже карбоновых. Было очень приятное вязание. Красные спицы, зеленая пряжа. Прямо такое, знаете, отдохновение для души. Образец вязала 3 дня. Очень тяжело мне было с моей рукой, но вот за 3 вечера такой образец я смогла связать. Понравилась и лицевая гладь, и то, как пряжа смотрится в оранах. Я подозреваю и так хорошо в этом, в принципе, уверена, что пряжа будет держать резинку, потому что она вот так вот неплохо смотрится в оранах. Крепенько, четко они стоят, они не расплылись. Точнее говоря, не ораны, а жгуты. Я все время забываю это слово. При правильном подборе спиц, а я считаю, что вот 3,5 правильный подбор спиц для этой пряжи, несмотря на то, что на этикетке рекомендаций нет. Здесь только вот такие рекомендации, что ручная стирка нельзя отбеливать, нельзя сушить в машине двоечка утюг, и можно сдавать химчистку, и нет номера спиц, и нет привычной нам 10 на 10, сколько получается в размере. На сайте есть рекомендации 4-5 спиц. Но для меня, для моей манеры вязания, четверка здесь была бы много. Вязание получилось бы очень рыхлым. Тройка с половиной практически помогла мне избавиться от рядности. Ну, где-то ее немножко видно вот в этой части полотна. Ну, а по сути говоря, так мне очень нравится. Обычно у меня рядность видна очень-очень, особенно вот на этих участках, в начале и в конце образца. А здесь, как вы видите, в принципе, неплохо. Хотя есть, конечно. А вот уже когда я перешла на спицы 3-75, рядность стала проявляться побольше. Естественно, если бы я перешла на четверку, у меня петельки запрыгали бы еще сильнее. А так как у нас у всех манера вязания разная, то в принципе вы можете попробовать и какой-то другой номер спиц. Немножко есть пушок на пряже. Его заметно и в мотке. Если вот так вот посмотреть под наклоном, он такой небольшой-небольшой, такой очень деликатный пушок. И также вот на образце он тоже есть. Я сначала постирала образец вручную, сделала замеры до ручной стирки, потом после стирки и потом обработала уже образец паром. Сейчас я возьму табличку, мы по ней с вами пройдемся, как себя повела пряжа. И после утюга хочу вам сказать, что вот мне кажется, она немного закосила, чего не было после ручной стирки. Вот я сейчас только в камеру на это обратила внимание. Причем больше закосил образец с большим номером спиц. И что у меня получилось? Я делала замеры по лицевой глади. Если до стирки, вот это у меня номера спиц, это замеры до, после и утюг. Смотрите, если до стирки в 10 сантиметрах была 21 с половиной петля, то после стирки стало ровно 21. Я вообще не считаю это даже какой-то там усадкой. Я ее посчитала, конечно, 2,3 процента, но линейка плюс-минус туда-сюда какие-то миллиметры. Так что в принципе пряжа повела себя довольно предсказуемо. То есть ничего с ней такого не случилось и высоту она тоже не изменилась. Она как была 6 сантиметров, вот этот вот кусочек, вот этот вот кусочек, как был 6 сантиметров, так и остался. Доверять этому нельзя. Я уже говорила о том, что высоту надо промерять только по большому куску. А изначальный набор, изначальный расчет делать только для наборного края. Вязать кусочки, там что у вас кокетка, или спинка, или перед, или с рукава вы начинаете. Большой кусок. И только по нему, потом отстирав его, или отгладив, промерять и узнавать свою плотность вязания в высоту. На таких кусках, маленьких кусочках, она вообще не информативна. Да даже если взять вот по такому большому, тоже не информативна. Потому что изделие под своей тяжестью растягивается, а оно у нас намного больше. Оно сантиметров 50, а то и 60 в длину, а у кого-то и еще больше. Поэтому то, что пряжа не изменилась никак в высоту, это не показатель. Точнее говоря, то, что образец не изменился в высоту, а вот когда я обработала утюгом, уже стала петель в 10 сантиметрах 19 с половиной, и это усадка на 9%. Такая, так скажем, ну, приличная уже усадка, которую нужно понимать. И если вы, допустим, рассчитывали связать полотно 60 сантиметров шириной, перед или спинку, то вы можете получить только 54, если обработаете паром утюгом, надо об этом помнить. И обрабатывать образец так, как вы потом будете обрабатывать свой джемпер. Если вы джемпер предполагаете подглаживать утюгом когда-то, образец нужно тоже обязательно подгладить утюгом, а не считать свою плотность после того, как вы образец просто постирали. Ну, и на спицах 3,75 у меня получилось, ну, практически все то же самое. Было 20 петель в 10 сантиметрах, стало почти 20, ну, 19 с половиной, если там подтянуть линейку. То есть усадка на те же самые 2,5 процента, а вот утюгом, вот это полотно, которое связано на спицах 3,75, усело меньше, оно дало усадку всего 5 процентов. То есть более рыхло связанное полотно дает меньше усадки при обработке паром. Ну, вот такие получились у меня значения. А теперь кратко по табличке, что я для себя вывела, какой вывод, плюсы и минусы этой пряжи. И прежде чем мы заговорим об этих плюсах и минусах, я хотела вам показать полотно, которое связано и с дорогой пряжей, из лана Гросса Амароса, один моточек, который 100 граммовый, но в котором, правда, 400 метров в 100 граммах, стоит примерно 1100-1200. Я покупала вот на этот джемперок два моточка, то есть он у меня получился примерно 2200-2400 рублей. Вот эта пряжа, посмотрите, она, мне кажется, практически полностью имитирует пряжу лана Гросса Амароса. Единственное, что здесь видны вот такие, ну, так скажем, неровности в полотне за счет того, что это все-таки шнурок, набитый вкусняшками. И он, кстати, менее натуральный. Я поставлю вам его состав, я просто уже забыла. Но мне кажется, что здесь искусственной составляющей может быть даже больше, чем 30%. А здесь полотно более ровное. Переходы те же самые. Как я, я говорила вам или нет, что эту пряжу я покупала для поперечного вязания, надеясь на то, что пряжа ляжет вертикальными полосами. Но я немного не угадала с цветом. Не такая была моя задумка. Здесь просто есть плавные переходы. А если я бы повела вязание вот так вот поперечкой, да, то, в принципе, здесь, ну, мой проект, скорее всего, потерпел бы фиаско, да, так скажем. То есть поперечных полос здесь так не видно. Не для этого проекта это пряжа. Плюсы-минусы, которые я так схематично для себя набросала. В плюсы я поставила цену. Хотя здесь 200 метров вот в этой пряже и стоит она 300 рублей за моток. Она все равно получается в пересчете на метраж, допустим, 400 метров Лана Гросса Амароса, все равно она получается в два раза дешевле той пряжи. И джемпер, в принципе, вы можете уложиться гораздо в меньшую сумму. Дальше в плюс я поставила красивейшие цветовые решения этой пряжи. То, что и ее метраж, и ее такая вот пухляшность приспособлена под комфортный номер спиц. То есть, если для меня при моем рыхлом вязании 3,5-3,75 было нормально, то для вас, я думаю, для тех, кто вяжет более плотно, таких большинство, кто не вяжет рыхло, будет комфортным 4-4,5, а это значит быстрое вязание. В принципе, эта пряжа тактильно приятная. Я тоже поставила это ей в плюс. Она предсказуема после ручной стирки. На этикетке указана ручная стирка и после ручной стирки она практически не изменяется в ширину, что очень приятно для расчета и для получения желаемого результата. Также она приспособлена под большое количество узоров, несмотря на то, что она как бы принтованного окрашивания, то есть идут принты, но есть цвета, где действительно эти принты ярко выражены, а есть вот такие пастельные цвета, где можно поиграться с большим количеством узоров. Это может быть и лицевая гладь, и ажур, и жгуты. Что я поставила в минусы? В минусы на этикетке стоит нельзя стирать в стиральной машине, но этот минус я не проверила. Возможно, если связать достаточно большой образец, не пожалеть на это какое-то количество пряжи, допустим, полмоточка, простернуть его в машине на режиме шерсть, можно понять, как поведет себя пряжа. Может быть, все не так уж и страшно, как пишут на этикетке, но во всяком случае, пока я ставлю это в минус. Дальше, второй большой для меня минус, что на этикетке стоит производство Китай. Все-таки у меня есть такое стойкое предубеждение против китайских товаров, может быть, у вас этого нет, у меня так, поэтому лично для меня это минус. Дальше, я поставила в минус, что в линейке пряжи нет однотонных вариантов. Я ставлю в плюс красивое цветовое решение, а в минус отсутствие однотонки. Вот такое разночтение. Это лично для меня, потому что я считаю, что если бы к этой пряже были однотонные варианты, это бы еще более обогатило возможности творчества, создание каких-то вещей именно с компоновкой, с подбором однотонного варианта. Согласитесь. И четвертое, я поставила свой личный минус. Для меня это пряжа жаркая. Она действительно теплючая. И я из такой пряжи вижу для себя либо теплую безрукавку, либо теплый-теплый зимний свитер. Я не знаю, что, друзья, связали бы вы для себя, но я просто нахожусь в таком возрасте, возможно, в каком-то личном таком состоянии, что для меня такие пряжи очень жаркие. Поэтому это личный мой минус. Итак, плюсы, в принципе, перевесили минусы, даже накидав туда каких-то своих личных минусов, плюсы все-таки перевесили. А уж покупать эту пряжу или нет, решать вам. На этом, друзья, сегодня все, чем я хотела бы с вами поделиться по вязанию. Всем пока-пока. А если вы еще и читающий, интересующийся моим прочитанным и моим мнением о прочитанном, я приглашаю вас смотреть это видео дальше. А с остальными прощаюсь. Пока-пока, друзья. Друзья, а теперь о прочитанном. И если вы до сих пор не подписаны на мой влоговый Дзен канал, где я рассказываю только о чтении, то подписывайтесь. Ссылка будет под этим видео в описании и в первом комментарии. Я рассказала там уже о своих находках на покроссинге, о своих покупках книг, на те денежки, что мне подарили. А также мы с вами начали разбирать мою библиотеку. Разобрали уже 4 полки. Это 2 видео. Я разбираю по 2 полочки в одном видео. И так как видео много, я решила не засорять ими этот канал о вязании, а выкладывать все на отдельный канал. Прочитанное будет здесь. И там тоже будет прочитанное. Итак, мы с вами не виделись, как мне кажется, по прочитанному недели 3. Я не так много прочитала, потому что за это время я активно занималась реабилитацией своей руки. Есть небольшие подвижки, но пока так, друзья. Работы еще очень много. Я думаю, еще не скоро будет полное восстановление, но оно точно будет. Итак, первая книга. Как вы знаете, я пошла по Чехову и решила прочитать его полное собрание сочинений. Каждый поход в библиотеку я беру томик. Ну, это громко сказано, каждый поход, потому что только второй раз это случилось. И я взяла второй том Чехова, я его прочитала. В этом томе собрана его малая проза, это только рассказы. И в основном этот том посвящен рассказам, которые Чехов исключил из своего собрания сочинений, ну, возможно, по каким-то своим личным причинам. Что мне здесь понравилось в этом томе, что я могла бы порекомендовать вам, и, возможно, один какой-то маленький рассказик мы вместе с вами прочитаем, вот, совсем крошечный-крошечный. Мне понравился рассказ «Чтение». Он как бы озаглавлен Чеховым, ну, таким подстрочником. Вот видите, мелким таким шрифтом после слова «Чтение» написано «Рассказ Старого Воробья». Очень интересный, смешной рассказ о том, как один начальник какой-то канцелярии заставлял своих служащих развиваться и читать, и даже сунул одному из своих подчиненных книгу «Граф Монте-Кристо». В общем, это нужно читать, друзья. Вы обязательно посмотрите этот рассказ, его можно найти где-то в интернете, если у вас в сборнике, допустим, его нет. Мне понравился рассказ «Мошенники по неволе». Это тоже очень смешная история. И Чеховым подстрочником она названа, как «Новогодняя побрехушка». Это уже даже одно название вызывает у меня смех. Здесь рассказ о том, как в одном из семейств, в мещанских таких семейств, было организовано празднование Нового года. Собралось очень много гостей, и как все они ожидали, когда же все-таки будет угощение на стол. Люди-то собрались чисто для того, чтобы поесть. Ну и что из этого получилось, обязательно прочитайте. Я думаю, вы повеселитесь. Дальше. Рассказ «Вландо» мне тоже очень понравился. Но это больше такой, ну не совсем смешной, он больше, наверное, грустный рассказ. Также мне понравился рассказ «Комик» и «Месть женщины». Я слышала мнение одного из книжных блогеров о том, что Чехов выводит в своих произведениях постоянно отрицательные образы женские. Ну то есть, что у него нет ни одной положительной женской героини. Ну так у него особо и мужских положительных нету, если читать только его рассказы. Но можно обратиться к пьесам, и тогда вы узнаете, как Чехов может описывать и положительные женские образы. А в рассказах, да, очень много отрицательных и женских, и мужских образов. На этом зацикливаться не нужно. Так вот, «Комик» и «Месть женщины». «Комик» очень короткий рассказ о том, как это актерская труппа, комик-мужчина и женская... Так, как же они назывались-то? А, «Энжиню». То есть, у каждого человека в трупе была своя амплуа, то есть, что он изображал. Вот «Комик» он играл комические роли, «Энжиню», я не знаю, что играла «Энжиню». И вот как в гримерке «Энжиню» появился комик, и как она его кое в чем заподозревала в течение его разговора, и как вышло все совсем по-другому. Очень интересно. И «Месть женщины». А прочитать я вам хотела бы маленький рассказ, который называется «Дачное удовольствие». Он всего на половину странички. Чиновник межевой канцелярии чудаков и некто Косинусов тихо подплыли к женской купальне и, выбрав самую широкую щель, стали созерцать. «Она, наверное, здесь», прошептал Косинусов, «но я ее не вижу». «А я вижу. В правом углу лежит на простыне». «Да-да, вижу, черт возьми». «А она полна». «Не нахожу так себе посредственно в самой, что называется, пропорции. Как бы к ней пробраться, черт возьми». «Не стоит, брат, связываться. Ну ее к черту». «Да никто не узнает. Я нырну, Миша». «Башко о пол расколотишь. Не ныряй». «Так я перелезу через купальню, коли так». Косинусов поставил ногу на перекладину и полез. Глаза чудакова, не отрывавшегося от щели, загорелись с завистью. Но тут, чтобы не усугублять разочарование читателя, поспешу окончить дело. «Дело шло о бутылке с настойкой, которую час тому назад, купаясь, растиралась мамаша Косинусова, и которую она, выходя из купальни, забыла забрать с собой. Мораль такова. И молодые люди могут быть пьяницами». Очень короткий, интересный, такой веселый рассказ. Ну, такими рассказами пестрит все дворчество Чехова. Если хотите, почитайте. Здесь огромное количество, вообще все, практически ни один рассказ я никогда не видела, не слышала. Если в первом томе хотя бы там что-то было толстый, тонкий, мне что-то знакомое. А здесь только в первой маленькой части, вот совсем в небольшой части, где были собраны рассказы, которые Чехов включил в свое собрание сочинений, там я увидела кое-что знакомое. Это «Хирургия», «Хамелеон» и, наверное, «Устрицы». Все, остальное я тоже не читала. Итак, прекрасное чтение. Теперь пойду в библиотеку, мне скоро сдавать книги, и возьму том номер три. Следующее чтение – это совсем другая история. Это фэнтези, это «Урсула Легуин», это «Волшебник земноморья», это первая часть в этом цикле фэнтези. Эту книгу вообще «Урсула Легуин» я решила почитать по наводке своей вязальной подруги Ирины Брандт. И вот купила для себя такой вариант, не совсем, так скажем, удобный вариант для чтения. Мелковатый шрифт, мелковатый формат, толстая книжка, ее не очень удобно вот так вот разворачивать, чтобы читать. Но мне нужно было познакомиться с этим автором, и я это удачно сделала. В этой книге сразу, в этом томе сразу три книги. Это «Волшебник земноморья», гробницы Атуана на последнем берегу. Мне очень понравилась эта книга. Она начинается с карты земноморья. Я к этой карте не единожды обращалась, чтобы посмотреть, все-таки на каком острове происходит событие. Первая книга повествует нам о становлении волшебника, который станет потом главным волшебником всех этих земель. О его детстве, юности, о том, как он вообще стал волшебником. Очень интересно. Вторая книга – это его уже приключения. И приключения, связанные с лабиринтом. Это прямо написано в названии этой книги. Здесь есть карта лабиринта. И тоже, когда я читала вторую историю, я очень часто обращалась к этой карте, чтобы узнать, в каких же ответвлениях этого лабиринта сейчас, в данный момент, происходят эти события. Хочу сказать, что третья часть этой книги мне не то, чтобы не совсем понравилась, но она мне показалась больше какой-то слегка занудной и не такой насыщенной событиями, как первая и вторая часть. Если совсем коротко, то как бы над земноморьем, где на каждом острове есть свой волшебник, нависла угроза того, что каждый из волшебников теряет свой дар. И вот отправляется такая экспедиция, непонятно куда, непонятно зачем, но чтобы выяснить, что происходит. И в этой экспедиции всего два человека. Мальчик, сын одного из князей из каких-то там островов, и главный волшебник нашего земноморья, у которого, так скажем, самая большая магическая сила. И вот они, это их путешествие на лодке по островам земноморья, оно такое, вы знаете, ну такое плавное, с событиями не насыщено, и когда они находят причину того, нависающего над всеми, так скажем, несчастья, то я уже приготовилась к тому, что сейчас там, ну как они будут решать эту проблему, может быть тут будут какие-то битвы, драконы там, еще что-то. Ну, казалось, что достаточно было просто подойти и сказать, чур меня, и все. И чары рассеялись. Ну, как-то вот я была в таком ожидании чего-то, и я его не совсем получила. Поэтому третья книга мне, ну, так, нормально, в общем, могу сказать. Вообще, Урсула Легуин, мне очень понравилось, как пишет, я говорила вам о том, что я страдаю неперевариванием женщин, российских, российских женщин-писателей, в отличие от западных женщин, а их проза мне зачастую нравится. Так вот, Урсула Легуин мне понравилась. Следующая книга, которую я прочитала, это «Дождь в Париже», автор Роман Сенчин. Незнакомый для меня автор, первая книга у меня в прочтении. Мне просто в библиотеке посоветовали взять эту книгу, она там стояла на выставке произведений Сенчина. Здесь написано, что он лауреат премии «Большая книга» и «Ясная поляна». Я посмотрела отзывы на лайфлипе, такие, так скажем, средненькие. Действия этой книги как бы происходят в Париже, но на самом деле в Париже ничего не происходит. И хочу вам сказать, что если вы не выходец из 90-х годов, если вы не пережили эти года, то вам эта книга будет неинтересна и непонятна. Если бы мне сразу сказали о том, что эта книга о 90-х, я бы брать ее в чтение не стала. Но так как я об этом не знала, и я увидела другой вариант подачи 90-х годов, то мне эта книга очень понравилась. Наш герой едет в Париж на 5 дней, но на самом деле он занимается там только тем, что пьет, спит в гостинице и вспоминает о том, как он жил. А его юность пришла на 90-е годы. Сам Роман Сенчин, 1971 года рождения, точно так же, как и я. И вся его книга, весь его рассказ пронизан тем, что мне близко и понятно. Эти его рассказы, допустим, о дискотеках, о той музыке, которая там играла, о той обстановке, о тех событиях, которые там происходили, рассказывая о видеосалонах и прочее, и прочее, мне все это понятно. Группы, певцы, фильмы, те, которые он называет, какие-то группировки. Все мне это знакомо. Это моя жизнь. Я в нее окунулась. И он сумел показать мне эти 90-е не так, чтобы мне стало неприятно, а так, чтобы я поностальгировала. Поностальгировала очень именно по своей молодости, а не по 90-м годам и по каким-то нехорошим событиям в эти 90-е годы. Это у Сенчина получилось замечательно. Я не знаю, как он еще пишет, ничего у него не читала. «Дождь в Париже» могу порекомендовать тем из вас, кто хочет окунуться в свою молодость и прожить вот какие-то годы. Этот мужчина мне, в принципе, близок и понятен. Герой, который вот здесь описывается в этой книге, он мне понятен, в отличие от тех мужских героев, которых иногда выводят наши женщины-писательницы. Я их вообще не понимаю, и я вижу, что это не настоящий мужчина. Таких мужчин в мире нет. А вот такие есть, я их знаю. И для меня это было, как вот просто, знаете, послушать рассказ близкого человека, ну, может быть, одноклассника, однокурсника и так далее. Очень понравилась книга, несмотря на то, что, как говорят, здесь никаких событий нет. Это книга из библиотеки, да, я вам сказала. Следующая книга из библиотеки, которую я не прочитала. Но она у меня лежит здесь в стопочке, в библиотеку нужно отнести. Это Патрик Зюзкин «Парфюмер». Я смотрела когда-то фильм, и решила, когда увидела в библиотеке эту книгу, думаю, почитаю. А дома, когда у меня настала очередь этой книги, я взяла ее в руки, прочитала, по-моему, 10 страничек, наверное, если не меньше, да, и сказала себе, а что, мне больше нечего читать, что ли? Зачем я это буду читать? Для чего? Я видела фильм, в принципе, я всю эту историю знаю, мне не хочется это читать. Я отложила эту книгу, и я ее не читала. Кто из вас читал «Парфюмера», поделитесь, что для вас был фильм «Парфюмер», и что для вас книга, что понравилось больше. Я решила, что вот эта история как-то так. Наверное, не стоит того, чтобы тратить на нее свое время. Ох, тяжелую книгу я взяла в руки. Это «Анареды Бальзак». Так, вот так видно? Видно. Эта книга уже моя, она не из библиотеки. Так, эта книга толстенькая, здесь несколько произведений. Я прочитала первое произведение Бальзака. Сейчас скажу, что здесь. Здесь Евгения Гранде, «Прославленный гадисар», «Музей древности» и «Провинциальная муза». Самое большое здесь произведение первое, Евгения Гранде. Именно его я и прочитала. Привлекло меня в первую очередь это произведение тем, что я знаю о том, что когда это произведение впервые печаталось в России, то первый перевод на русский язык был произведен Федором Михайловичем Достоевским. Поэтому мне было интересно это прочитать. Также об этой книге хорошо высказывался Максим Горький. Он говорил о том, что дядюшка Гранде очень напоминает его деда. А так как я сейчас читаю книгу Горького, я ее еще не дочитала, она будет следующим прочитанным, то это также сподвигло меня на то, чтобы прочитать Евгению Гранде. Да, с позиции социалистического прошлого можно говорить о том, что здесь показано буржуазное общество, общество накопительства. но если говорить просто с жизненной позицией, то здесь история о том, как девушка милая, молодая, красивая, попав в семейство, где главной целью отца была нажива, деньги и богатство, просто вот прожила свою жизнь в ожидании какой-то любви, но ничего не получила и в общем-то в этих деньгах, в этом богатстве как бы увязла, но оно у нее было, но она его, так скажем, не смогла никогда ощутить всей прелести обладания этим богатством. То есть это богатство не тратилось для жизни, оно только копилось. Вот как-то так. Мне понравилось здесь одно из высказываний автора, Анаре де Бальзак, мне близок к тем, что он понимает сущность женщины, так же, как Достоевский, и умеет описывать, вот, и умеет описывать наши, как бы, внутренние чувства. Возможно, Федор Михайлович, переводя Анаре де Бальзака, как-то по-своему выстраивал вот эти фразы, и у него так получилось. Мне очень запало в душу короткое высказывание, я хотела бы вам его прочитать. Оно очень короткое. Ошибки женщины всегда происходят от веры ее в добро или из ее уверенности в правде. Как это метко сказано, да? То есть, женщина всегда совершает ошибки в жизни из-за своей веры в добро. Прям, знаете, прям бальзам на сердце. Бальзак. Рекомендую, почитайте. Очень интересная история. Тут и любовь. И несмотря на то, что это произведение было написано практически 200 лет назад. 200. Оно очень актуально. Следующая книга, держа которую в руках перед тем, как вот эту стопочку для вас составить, я все не могла припомнить, о чем же я ее читала. Это книга Алекса Михаэлидиса. Называется «Безмолвный пациент». Это библиотечная книга. Так, она очень интересно сделана. Посмотрите, какой у нее обрез. Черный. У нее здесь суперобложка. Причем суперобложка даже в двойном экземпляре. Тут два обвития. Книга пользуется популярностью. Посмотрите, формулярчик такой весь заполненный. Да, и то есть ее без конца берут на прочтение. Так, ну что хочу сказать вам об этой книге. Если любите триллеры, особенно триллеры, которые связаны с действием, с частью происходящего действия в домах для умалишенных, то есть в клиниках для сумасшедших, то вам это точно понравится. Я читала, в принципе, с интересом. Мне нравилось, но потом эта история вот просто как-то вылетела из головы. И чтобы для вас хотя бы что-то, два-три предложения сказать, мне пришлось освежить, просто открывать книгу и смотреть, о чем эта книга. Здесь получается книга о таком случае, как известная художница обвиняется в убийстве своего мужа. Вроде бы по книге показано, что она его очень-очень сильно любила, и вдруг его находят с вязанным, сидящим на стуле. И пять пуль выпущено ему в голову. В доме никого, кроме нее, нет. Она главная подозреваемая, и так как она ничего не говорит, почему и называется эта книга «Безмолвный пациент», потому что она замолкает на долгие-долгие годы и не говорит ничего. Естественно, ее помещают в клинику для умалишенных. Как разворачивается эта история, где не последнюю роль играет доктор, врач, который решил, так скажем, все-таки взяться за ее излечение и попробовать ее разговорить, и, возможно, как-то помочь ей разобраться в своей судьбе, в этой истории, что-то вспомнить, может быть, как-то обелить ее. Закончилась эта книга очень неожиданно, может быть, для кого-то, но для меня это было немножко предсказуемо, потому что я уже начала подозревать что-то примерно где-то на середине, что, в принципе, вот он кто. Так, ну, что здесь интересного я для себя отметила? Не очень лицеприятное высказывание автора о психиатрах. Здесь говорится о том, что уверен, что большинство из тех, кто связал свою жизнь с лечением душевнобольных, пришли в профессию примерно так же. А как же? Это попытаться излечить свои душевные болезни. То есть намек автора на то, что все психиатры сами немножко сумасшедшие. То есть мне кажется, что автор, возможно, здесь не совсем прав. Кстати, на Лайфлибе я посмотрела рейтинг этой книги по пятибальной шкале. У нее рейтинг 4,1. То есть, в принципе, неплохой рейтинг. И если вы хотите почитать какую-то такую историю, покупать такую книгу, я не знаю, стоит покупать или нет, потому что я бы перечитывать ее не стала. Ну, как одноразовое чтение для развлечения, она очень даже хороша. Ну вот, друзья, я прочитала, получается, целиком один, два, три, четыре книги. И с пятой прочитала одно большое произведение Евгению Гранде, которое, в принципе, может служить отдельной книгой. На этом все, чем я хотела бы с вами сегодня поделиться. Я очень надеюсь, что была вам интересна. Пока-пока, до новых встреч. И если вам интересно чтение книги, то подписывайтесь на мой канал на Дзен. Пока!